В последнее воскресенье ноября по всей России отмечается День Матери. В эту важную дату все свое внимание посвящают хранительницам домашнего очага. Как из маленького ребенка воспитать человека, эти женщины знают не понаслышке. Об одной из таких героинь расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Лимонниковы каждую неделю ходят в храм. Такой порядок в большой семье существует уже более 20 лет. Даже после того, как старшая дочь вышла замуж и уехала из родительского дома, традицию не забыла. Мы обычно собираемся после храма, когда воскресная служба у нас прошла. Мы приходим домой, пьем чай, беседуем, как неделя у нас проходит. Это суббота, воскресенье у нас такие дни. Мы всегда, и вообще мы когда собираемся даже за обеденным столом, всегда как бы беседуем. И старшая дочь там с мужем подъезжает тоже, потому что они на причастие возят. Ребеночка привозят, и вот после храма собираемся тут. Когда Екатерина Лимонникова, многодетная мама, выходила замуж и подумать не могла, что у них с мужем будет такая большая семья. Они не сговаривались и не строили грандиозных планов на будущее. Однако на свет появились пять детей – Эля, Маша, Аня, Серафим и Валя. Только об одном жалеет Екатерина, что между первым и вторым ребенком разница в 10 лет. Да, вот я и жалею, что вот этот период потерян, это время потеряно. Даже старшая дочь не бы, говорит, вот хотелось бы кого-то рядом, родного человека, да, вот такого брата или сестричку. Да, есть такое. Старшая сестра Эля вовсю помогала маме, сестрами и братам. Гуляла, занималась домашними заданиями, играла. Уже сейчас у Эльвиры появились свои дети. И теперь ее сестры помогают в воспитании малышей. И когда у нее сейчас даже вот дети-то родились, вот они тоже друг с дружкой, считай, родились, меня все поздравляют там, ну, что у бабушки, у бабушки. Я говорю, да, но я вот как-то не ощущаю, потому что вот пять лет, три года как бы, да, и совсем младенец. Я говорю, для меня как продолжение вот нашей истории и все. Мы как-то все вместе, мы все друг с другом. Поэтому вот ощущения бабушки пока у меня еще нет. В большой семье детям хочется уделить максимум внимания каждому малышу. Екатерина считает, что только если каждую минуту посвящать ребенку, то только тогда его можно воспитать готовым к взрослой жизни. Ну вот я как мать могу сказать, да, вот чисто только за себя не хватает времени просто. Если мама работает, время на детей сразу, естественно, урезается. То есть никакого вот общения-то толком нет. И, ну, по моему опыту, если мы хотим как-то вот прям качественно, да, чтобы дети вышли в жизнь, это, наверное, все-таки мамы должны находиться рядом. Да. Вот это вот проблема. Ну, для меня, по крайней мере. Вот я вот так вот это вижу. Мамины помощники распределили свои обязанности по дому, чтобы у родителей было меньше забот. Полы мы моем, ну, вот я и Маша. Да, Серафим может пропылесосить или подмести, Валя там может пыль где-нибудь протереть, а мы с Машей их моем полы. Да, Аня у нас, например, за кухню отвечает, а я за белье. Вот. То есть у нас обязанности все распределены. Даже домашнее задание дети решают самостоятельно, не просят помощи у родителей. Бывает такое, что кто-то, например, занимается эти, ну, вот, например, Серафим, он сейчас во втором классе, например, вот он что-нибудь там по английскому, по математике не понимает, он может к нам обратиться. Да, кто старше, тот подтягивает, бывает, по учебе. Бывают там, когда надо выучить какие-то термины или формулы, помогают, спрашивают, и мы репетируем вот так вот вместе. Воспитание ребенка поистине сложная задача, но есть люди, которые отверженно возлагают на себя вырастить не одно чадо, а создать большую и дружную семью. Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север.